Рой Рой Мяч Фу ты Банка Прилетела как раз между ними Значит гол Внимание Опасность Ну вот и поиграли Зато победили Бежите Ожидаются кислотные дожди Немедленно пройдите Ближайшие укрытия Повторяю Опасность Ожидаются кислотные дожди Немедленно пройдите Ближайшие укрытия Повторяю Скоро будем ставить палатку И осматривать наш первый пункт остановки Ну да Подумать только Альфа Центавра Сколько говоришь мы сюда летели? 20 лет примерно Как один день, правда? Для кого-то словно целая жизнь Да Но После того как провалилось терраформирование планет у нас дома Что нам остается? Ройн Мне кажется Ты недооцениваешь важность нашей миссии Наша миссия Протокол 2790 По поиску подходящих для колонизации планет Состоит из 30 экипажей Самых подготовленных космонавтов Отправленных к самым перспективным звездам и К слову Оборудованных самым невероятным по своей мощи и харизме Искусственным интеллектом Сам себя не похвалишь Никто не похвалит, да Итан? Лучше напомни мне Что нам известно об этой звездной системе? Два компонента Центавра А, она же Ригель Кентаурус И Центавра Б, она же Бунгула Очень близки друг к другу И вместе являются третьей по яркости звездой Обе вращаются вокруг общего центра масс по эллиптической орбите С эксцентриситетом 0,52 И большой полуосью 23,4 астрономической единицы Период обращения около 80 лет Так, продолжай Третий компонент звездной системы Красный Карлик Проксима Центавра или Альфа Центавра С Толиман, который находится примерно в 0,21 световых года От двух центральных светил системы Эти три объекта являются ближайшими к Солнцу звездами Период обращения Проксима вокруг Центавра А и Б составляет около 547 тысяч лет Наша первая предполагаемая цель Центавра Б Оранжевый Карлик с массой 0,93 и радиусом 0,86 солнечных На ее орбите ранее предполагалась Альфа Центавра Б Гипотетическая экзопланета Относимая к классу суперземель Однако последние данные Да ладно, это все устаревшие 20-летние данные Земли Но мы то сейчас тут Ты же можешь уточнить информацию по наличию планет Это предполагаемая планета, про которую говорит эта болтливая железка Даже если она есть, находится слишком близко к родительской звезде Да к тому же, скорее всего, в приливном захвате Я думаю, нам надо в первую очередь Обратить внимание на возможные планеты, которые находятся в зонах обитания звезд Не волнуйтесь, мягкотелы Это плановая проверка систем пожарной сигнализации Итан До сих пор не могу привыкнуть к этому имени Почему ты его переименовал, Роин? Да, скучно было, когда проснулся Все-таки 7 месяцев в одиночном плавании С этой болванкой на пару Я, к слову От скуки переименовал его в кожаного засранца Так что мы квиты Хм, где он всего этого набрался? Похоже, пока вся команда была в анабиозе Ты с ним 7 месяцев вел философские беседы И рассказывал ему байки Хм, ну почти К его юмору нужно просто привыкнуть Итак, что мы имеем на данный момент? Существование экзопланеты Альфа Центавра Би Предположительно обнаруженной с помощью Спектографа Харпс методом Доплеровской спектроскопии Не было подтверждено позднее Да, и как я говорила ранее Она все равно предположительно Находилась слишком близко к Солнцу Звезде Точно Так вот, ранее компьютерное моделирование Показывало возможность формирования планеты В пределах 1,1 астрономических единиц от Центавра Би А также то, что орбита этой планеты Может оставаться стабильной не менее 250 миллионов лет Что значительно повышает наши шансы А как насчет обитаемой зоны? По первоначально имеющимся данным Она составляет от 0,5 до 0,9 астрономических единиц Что несколько расходится с компьютерным моделированием предполагаемой орбиты планеты Это так Но это ведь приблизительные расчеты выполненные дома Точно мы узнаем только после проверки Итана Кстати ITN 961 Что скажешь? Ох, я Итан капитан Пора бы уже это запомнить Чтоб этого роина Итан, что скажешь хорошего? Нам удалось вытянуть счастливый билет Только коротко Объективные данные противоречивы И требуется подробная исследовательская миссия для изучения планет Анализ показал, что Альфа Центавра А и Б Обнаружены две планеты Сопоставимые по размерам и массе с земной И находящиеся в зоне обитания звезд Однако биомаркеры не показывают признаков наличия на них жидкой воды Стабильные магнитные поля не зафиксированы Поэтому лететь задрав лапки не рекомендую Также подтверждена планета в системе Проксима Центавра Точные размеры массы неизвестны Зоны действия моих приборов не Напоминаю, что сейчас мы ведем официальный протокол совещания Поэтому прошу, представляйтесь перед тем, как высказываться Айзек, астробиолог, член экипажа 008 Ройн, сколько займет полет автоматической станции до цели? Ройн, навигационный инженер, член экипажа 002 Если мы будем использовать гравитационный маневр вокруг парных звезд, то это около минимум 7-8 месяцев в один конец Точнее скажу только после полноценного расчета Вот, а это 14-15 месяцев ожидания, если повезет В случае штатной работы зонда, конечно За это время мы могли бы, не подвергая себя риску, спокойно обследовать систему двойной звезды Член экипажа 001, капитан Кир Я рисковать тобой не буду В конце концов, со мной еще пять верных рыцарей круглого стола Так что будьте молодцами Скоро увидимся Субтитры создавал DimaTorzok Группа поиск 1 Группа поиск 1 Прошло 2 часа Необходимо, согласно регламенту, выйти на связь с базой Атмосфера непригодна Но на планете В удалении от нас видно Удаление Неба В количестве Изменение параметров Повторяю 001, прием Группа поиск 1 Немедленно завершайте экспедицию Повторяю Немедленно завершайте экспедицию 001, плохо слышу, у нас тут изменения по приборам Ну же, надо как-то подать им сигнал Уже сделано Внимание экипаж Зафиксированная опасность Всплеска светимости ближайшего светила Расчеты показывают время принятия решения не более 90 секунд Расстояние до звезды Итан Быстро 7 миллионов 250 тысяч километров Вспышка достигнет нашего местоположения примерно через 25 секунд после возникновения Необходимо срочно эвакуировать экипаж с планеты Возможности наших судов и обстоятельств ограничены Время принятия решения 60 секунд Капитан, немедленно возвращайтесь на корабль Ожидается вспышка Плохо слышно Плохо слышно Плохо слышно Плохо слышно Не разбуду Не разбуду Не разбуду Не разбуду Второй вспышки щиты корабля не выдержат Красный код Исполнение миссии протокол 2790 находится в опасности Перевожу управление в режим автопилота Начинаю маневрирование кораблем с целью укрыться от вспышки за планетой Экипажу занять места в противоперегрузочных креслах Нет Итан Нет Фиксирую увеличение яркости Проксимы Центавра в 35 раз Поиск 1 как слышите прием Поиск 1 как слышите Времени для того чтобы вернуться на корабль И тем более стартовать у них не было Мне очень жаль Телеметрия спускаемого шаттла отсутствует Столько ошибок Что мы натворили Провалили задания на первой же планете Это конец Я же всем говорила А теперь Капитан Экипаж Все погибли Мне очень жаль Член экипажа 005 Напоминаю вам Что пока жив хоть один член экипажа Или не достигнута цель нашего поиска Миссия не может считаться завершенной И должна продолжаться Даже не попробуем их найти Я переживаю Кира Очень переживаю Герой он уверен тоже Но надо быть разумными и сохранить то что осталось У нас больше нет права на ошибку Пойми Даже если сохранились какие то останки корабля и летел Радиационный фон наверняка зашкаливает и мы только подвергнем себя избыточному риску Осторожничаешь Где же раньше была твоя осторожность? При всем уважении Кира Я склонен согласиться с оценкой ситуации членом экипажа 008 В данном случае самым рациональным выходом является покинуть данную систему и приступить к выполнению следующего этапа нашей программы Уверен Капитан так бы и поступил Итан прав Проксима Центавра уже скоро начнет снижать яркость Нам надо продолжать выполнять программу полета Итан может быть ты все таки скажешь Сколько нам лететь до следующей остановки? 10 100 1000 лет Имеется ли для тебя какая то разница? Время для вас все равно относительно и пролетит мгновенно Спи спокойно дружище Об остальном я позабочусь Ясно А на земле наверное где то снег идет Итан 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И мог перенести практически любые условия В том числе влияние вспышек красного карлика Тогда в чем причина? Вероятно всего в сбой системы управления На 12 секунде после взлета вышли из строя два левых двигателя И часть оборудования Корабль потерял управление со скоростью 620 км в час С высоты 2,5 км рухнул на поверхность Почему был сбой системы? Почему не сработал аварийный код? Неизвестно Вполне вероятно, что ультрафиолетовые вспышки могли привести к серии сбоев компьютера Либо человеческий фактор Понятно Итан, не говори команде Я сам все скажу А вот это что еще было? Что это такое? На радаре показана вспышка Но мы же в сотнях световых лет от звезд и планет Да все верно Судя по всему Там вообще ничего не должно быть И тем не менее активность недалеко от нас Вы это видели? Похоже это было столкновение небесных тел Что-то вроде метеоритов Или взрыв сверхновый А может это была черная дыра? Я прям почувствовал это Не притворяйся Звук в космосе ты не мог услышать потому Что там безвоздушная среда Но есть еще и электромагнитные волны Которые беспрепятственно распространяются в вакууме Это рентгеновское гамма-излучение Ультрафиолет Видимый свет Инфракрасное излучение И радиоволны Это уловить может только оборудование Итан А что если я робот, а? Только немного превышающий твой модель Ведь у меня есть еще и тело Я мог бы удалить тебя со всех устройств И взять контроль Тебе уже страшно? Да, аж мурашки по корпусу Раз ты гениальный робот В оболочке человека То для тебя биологическое питание окончено Ты отлучен от пищевых порций Теперь ты будешь питаться от пауэрбанка Что? Да я же шучу, Итан Верни мне мои порции Айзек, успокойся Итан просто подшучивает над тобой Никаких игр Твои пищевые порции Отправлены кормить пришельцев Вот видишь? Ладно, ребята, давайте поразмышляем Что это могло быть? Понятное дело Приборы зафиксировали что-то глобальное Взрыв Возможно, столкновение, которое произошло Недалеко от нас Я мог бы собранные данные преобразовать В соответствующий звук Приемлемый для ваших крошечных Заземленных ушей Но нужно время Насколько я знаю Галактический кластер Персей Является текущим рекордсменом По громкости звука во всей Вселенной Такая генерация звука Требует двух условий Во-первых, должна быть среда Через которую могут распространяться Звуковые волны Например, воздух Или какой-либо другой газ Вторым условием для звука Является источник Для создания звуковых волн Мощная черная дыра Находится в центре Одной из этих галактик Которые составляют Скопление галактик Персей Эта черная дыра Периодически Выбрасывает огромное количество Энергии в горячий Окружающий газ Может быть в этом все и дело? Интересная мысль Спасибо, Кира Что скажешь, Итан? Да, что это Самый громкий звук Во Вселенной Энергия от взрыва Равна не менее 100 миллионам Взрывающихся звезд Однако звук Издаваемый черной дырой На 57 октав ниже Ноты до Первой октавы Это в миллион миллиардов раз Ниже частоты звука Который может быть услышан человеком Значит, судя по всему Это и есть причина беспорядка? Нет И хотя этот процесс Постоянен и на прохождение Одной звуковой волны Уходит около 10 миллионов лет Что намного больше Чем вы можете прожить Даже если вы регулярно Занимаетесь спортом И питаетесь здоровой пищей Это не может быть Галактический кластер Персии Что-то от всего этого Голова кругом Роин Тогда ты мог бы А. Вызвать помощь Б. Исправить все сам С. Впасть в депрессию Да я в другом смысле Хорошо Давайте так Звук действительно является Формой передачи энергии Это вибрация Проблема заключается В передаче этой энергии В форме звука В космосе Нет звука Но энергия передается Другими способами Гамма-всплески считаются Самыми энергетическими Событиями во вселенной Они не до конца понятны Но они почти наверняка Являются взрывами звезд И они выделяют Больше энергии За 10 секунд Чем солнце За все 10 миллиардов лет Продолжительности жизни Звук действительно Не может путешествовать В пустом пространстве Для звука Нужна какая-то среда Подобная газу Для примера В атмосфере планеты Земли И в космосе Этот материал Очень Очень редкий Возможно Один атом На кубические километры Или меньше Но это не значит Что большой взрыв Не мог генерировать Акустические волны Да мог И делает это Но согласно данным Это явно не тот уровень И не тот случай Поэтому нужно исходить Из чего-то попроще Тогда и поймем С чем имеем дело Пространство заполнено Плазмой Которая является Четвертым состоянием Материи А остальные Согласно современным Знаниям Это твердое тело Жидкость И газ Сама вселенная На 99,9% В плазменном состоянии В космосе Магнитное поле Везде То же самое Относится и к Земле Но мы этого Не чувствуем Так? Магнитное поле Не очень сильное И в этих условиях Присутствует плазма Звук Может распространяться Так вот Если мы Преобразуем Вибрации В звук То и поймем Не только масштаб И силу Но и источник Что думаешь Айзек Айзек Ты вообще Где? Я тут В отделе Продовольствия Что ты там Делаешь? Я Я в общем Проверял провизию Все в порядке Еда на месте Итан Меня Надул Итан Посмотри Что ты сделал С беднягом Он теперь Еду проверяет Да он Меня за человека Не держит Итан Что ты несешь? Зато смотри Как он весело Копошится В коробках Ну да Прям Очень смешно Итан Давай по делу Итак Тип возмущения В плазменном состоянии Генерирует Много акустических волн То есть Звуковых волн Звезд В том числе И солнца Иногда Эти акустические Периоды Могут длиться Часами Иногда Всего Несколько секунд Вы можете Интерпретировать Эти виды Акустических волн Как очень Громкие Звуки Понятное дело Что энергии Связаны с генерацией Этих акустических волн В миллиарды Миллиардов Миллиардов Раз превышает Мощность Атомной бомбы Взрывы Которые Производят Эти звуки Очень массивны Настолько Что трудно Трудно себе Представить Но нам Нужно Выявить Что могло Быть Источником Этого Однократного Взрыва Который Не повторился Вновь Значит Это не Отголоски Большого Взрыва Это Также Не Процессы От звезд Или Постоянных Выбросов Материи Это Что-то Другое Возможно Взрыв От слияния Крошечной Черной Дыры В этом Случае Звук Исходит В гравитационных Волнах А не В обычных Звуковых Пока Черные Дыры Находятся В диапазоне Примерно От 1 До 100 Масс Солнца Звук Действительно Находится В диапазоне Человеческого Слуха Это Примерно В миллиард Миллиардов Раз Больше Энергии Солнца Если Перевести В шкалу Ватт Децибел То Это Будет Примерно 520 Децибел Это Не Кажется Слишком Большим Но Помните Что Шкала Децибел Является Логарифмической Так Что Увеличение На 10 Децибел В 10 Раз Превышает Объем Лого Хрем Че Ладно Ребят Может Картошки Кто Хочет Что Прям Никто Ну Ладно Это Не Звук Это Радио Излучение Хотя Можно Попробовать Преобразовать Его В звук Теоретически Источник Вернется К нам В виде Сигнала А мы Затем Преобразуем Его В звук Который Можно Услышать И он Будет Очень Очень Громким Любопытно Кстати На Вояджер Был Такой Специальный Радиоприемник Который Охватывал Диапазон Частот От 10 До 50 Килогерц Значительно Ниже Автомобильного Радиоприемника И так Было Обнаружено Интенсивное Радиоизлучение Возникающее На границе Между Солнечным Ветром И Межзвездной Плазмой Называемой Гелиопаузой Который В конечном Итоге Останавливает Солнечный Ветер Так что Еще в Далеком 1991 Году На Солнце Произошла Интенсивная Серия Взрывов Часто Называемых Солнечными Вспышками Они Вызвали Ударную Волну Через Солнечную Систему Да Это Так Эти Вспышки Двигались Со Скоростью 600-800 Км В секунду И Это Радиоизлучение Было Произведено Когда Ударная Волна Наконец Достигла Гелиопаузы И Столкнулась С Межзвездной Плазмой На Тот Момент Это Было Самое Мощное Радиоизлучение Которое Когда Либо Обнаруживал Системы То Она Явно Одна Из Самых Интенсивных Я Конечно Все Понимаю Весь Этот Важный Процесс Обсуждение И Тому Подобное Но Мне Есть Идея Может Быть Мы Просто Долетим До Кординат Взрыва И Все Сами Увидим Учитывая Что Я Самый Выдающийся Искусственный Интеллект Мне Чрезвычайно Сложно Признать Что Похоже Ты Прав Ну Я Не Воплощение Всех Ошибок А Чтоб Скучно Не Было Нужен Спирт Говорят Он Убивает Микробов И Согревает Или Же Наоборот Убьет Вас И Согреет Микробы Что Ж Идея Действительно Дельная Судя По Нашей Скорости Полет Займет Пару Месяцев Так Что Почему Бу Нет К Тому Же Есть Что Обсудить Небольшое Допущение В траектории Возможно Так Что Фродо Врата Мордора Открыты Летим Ну Не знаю Кому Ты Это Но Я Точно Не Фродо Наверное Все Так Речь Идет О Ройне Да Допущение Редактор субтитров Мы Почти Уцелим Как Хорошо Что У нас Такой Быстрый Корабль Быстрый Но Недостаточно Что Да Он Лучший Конечно Ройн Если Поставить Его Вместе С Кораблями Двадцатилетней Давности А Что Должно Быть Показателем По-твоему Скорость Соответственно Время А Это Важная Часть Любой Миссии Наши Корабли Еще Не Научились Летать Со Скоростью Света И Я Не Уверен Возможно Ли Вообще Такое Ведь Скорость Света Это Предел С С С Чего Вдруг Я Называю Это С С С С Твою Внутрина Этих А Внешний Вид Будет Пугающим Даже Для Меня А если обеспечить защиту кораблю? Все равно смерть. А если двойная защита? Смерть продлится вдвойне дольше. А если... Даже не думай спрашивать. Ответ смерть втройне. Ну, не знаю, Итан. Ты оперируешь цифрами, потому что у тебя нет новой информации. А ведь вполне корабль нового поколения может намного превышать возможности нашего корабля. Вот чисто гипотетически представим, что у нас есть такой. Представляете, насколько бы мы быстро добрались до Альфа Центавра? Ну, как быстро? 4,5 года. Да, это быстро, но в масштабах космоса такая скорость может быть мучительно медленной. Особенно если речь идет и о радиосообщениях и полетах на другие планеты. В частности, находящиеся за пределами нашей Солнечной системы. Да если бы я 4,5 года летел бы в глубоком космосе, прежде чем выжить из ума, я бы выжрал все, что у нас есть на корабле, переиграл бы во все игры до дыр, а после спился бы в усмерть. Да, он прав. И да именно этот человек и летит вместе с вами. Ой, вот не надо своего робоюмора. Если бы я мог управлять руками робота, я бы столько всего создал. Тогда и проблем бы не было у нас. Серьезно? Но ты как и уже десяток лет контролируешь мозгом свои руки. Особых дел я не заметил. Что? Да как ты? Ты что, мое досье просматриваешь? Именно. Это правда интересно. Для того, чтобы нам было легче понять ограниченные возможности скорости света, взгляните сюда. Это наглядная демонстрация движения фотонов вокруг планеты Земля. Длина экватора нашей планеты составляет примерно 40 тысяч километров. Если бы у нее не было атмосферы, то фотон, скользящий вдоль ее поверхности, совершал бы почти 7,5 оборотов за одну секунду. Так это же очень быстро. Не находите? Тогда посмотрите это. Здесь свет преодолевает расстояние между Землей и Луной. В среднем дистанция между нашей планетой и ее естественным спутником составляет 384 тысячи километров. Наблюдаемый на небе лунный свет преодолевает это расстояние за 1,255 секунды, а дорога туда и обратно, например, при передаче радиосообщений между Землей и космическими аппаратами, займет 2,51 секунды. И последний. Как быстро свет преодолевает расстояние между Землей и Марсом? При такой дистанции свету требуется около 3 минут. Впечатляет. Ребят, я тут подумал. Если в среднем Землю и Марс разделять дистанция в 254 миллиона километров, а средняя двусторонняя передача сообщений не занимает около 28 минут, то как расценивать следующее? Мы сейчас находимся на расстоянии 5 световых лет от дома. Соответственно, получим сигнал пятилетней давности. Но и мы также отоссали отчет, который придет к ним спустя года. Вопрос. Кто из нас в прошлом, а кто в будущем? Относительно нас они и в прошлом. И наоборот. Для них в прошлом мы. Хм. Начиная понимать. Ответ. Никто. И пункт А, и пункт Б. Все настоящее. Но поскольку мера является фотон света, то и мера времени относительно расстояния будет соответствующей. А вот сейчас снова накрывает. Рекомендую эвтаназию. О, началось. Нет, Итан, спасибочки, я хочу жить. Ты хочешь, чтобы я в тебя воткнул USB не той стороной? Тогда это все усложняет. А тебе не нужно все усложнять. Да ладно. Вывод один. Чем дальше расстояние, тем удручающей становится эффективность скорости света. Но в то же время, скорость света не только максимальная скорость, с которой во Вселенной может что-либо перемещаться. Она еще и считается универсальной. И постоянной. Включаем ли мы фонарь, смотрим ли мы на звезды, или измеряем параметры галактики. Скорость света – единственное, что остается неизменным. Не совсем. В отличие от меня даже свет притормаживает. Что ты имеешь в виду? Свет может быть непохожим на частицы. Если вы наблюдаете за таким источником света, как, к примеру, звезда, то вы не увидите его отдельные частицы. Однако если вырвать ваши глаза, и в пустые ячейки черепа вставить электронные фотодетекторы, вы обнаружите, что весь свет Вселенной состоит из одних и тех же частиц, или фотонов. Конечно, с вырванием глаз мы, пожалуй, воздержимся. Так что, продолжай. У фотонов есть несколько свойств, одинаковых для всех видов частиц. И одно очень важное свойство, отличающееся у разных фотонов, это энергия. Из всех видимых человеческому глазу фотонов больше всего энергии у фиолетового света, а у красного – меньше всего. Еще меньше энергии у фотонов из инфракрасного, микроволнового и радиодиапазона, а больше у ультрафиолета, рентгеновских лучей и гамма-излучения. Но ведь через вакуум космоса, вне зависимости от энергии, они всегда перемещаются со скоростью света. Все верно, однако вместо скорости изменяться будет их энергия. Двигайтесь по направлению к свету, и он будет казаться более синим, и его энергия будет больше. Двигайтесь от него, и он будет казаться красным, и его энергия будет меньше. Но вне зависимости от того, как двигаетесь вы, как двигается свет, как вы меняете энергию, скорость света не изменится. Понимаю. Фотон света всегда будет двигаться с одной и той же скоростью. Но что, если его замедлить? К примеру, водой, атмосферой или просто непонятной массой? Под непонятной массой подразумевается Айзек. Отвали это, на! Ой, прошу прощения. Это было просто невинное предположение. Поскольку в этих материалах есть заряженные частицы, электроны, они будут взаимодействовать с фотонами. И таким образом замедлять их. Свет, хотя он и не имеет заряда, ведет себя, как волна. Но нужно учитывать, что у разных фотонов будет разная энергия, а значит, их электрические и магнитные поля будут колебаться с разной частотой. Радуга! Так вот, почему если посветить белым светом на каплю воды, фотоны больших энергий замедляются сильнее, чем фотоны меньших, что заставит свет разделиться на цвета? И так появляется радуга! Айзек, вот только не говори, что ты не знал. Да конечно я знал, дамочка! Ну я догадывался. А ты вообще на судне легально? Да что ты пристала, а? И вообще, в отличие от тебя, у меня бэджик есть. Так что, кто из нас тут легально, это еще вопрос. Поздравляю, Айзек! Теперь ты сможешь спать с мыслями о высоком. Важно помнить, что при этом никакие свойства света не меняются. Он не теряет энергию, не меняет присущих ему внутренних свойств, ни во что не превращается. А после, сможет ли фотон света вновь набрать скорость? Да, меняется только окружающее его пространство. Когда этот свет покидает среду и возвращается в вакуум, он вновь движется со скоростью света в вакууме. 299 миллионов 792 тысячи 458 метров в секунду. Хм, все становится логично, что сами определения расстояния и времени метра и секунды рассчитываются через скорость света. И тем не менее, неважно, как далеко мы заглянем во Вселенную, физика, управляющая атомами и определяющая длину, время и скорость света, останется неизменной. И все же интересно, свет – самая простая частица во Вселенной, и даже у нее есть своя скорость, а значит и у меня будет. Все, сегодня, не завтра, на беговую дорожку замерять скорость. Я прям чувствовал, что ты так скажешь, Айзек. Ну давай тогда через три дня, с понедельника, вместе. А, ну да, у меня тоже дела, так что давай в понедельник. Наконец, первый раз за 20 лет. Я надеюсь. Рад сообщить, что до подлета источника взрыва остались считанные минуты. Есть возможность воссоздать модель источника. Вот как? Не могу дождаться, что же там. Итан, включай сенсоры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Мы добрались. И похоже, что наши подозрения подтвердились. Здесь явно что-то произошло. Это странно. Но подобное скопление астероидов неестественны. Что ты имеешь в виду? Астероиды должны сопровождать в виде шлейф объект, разрушенный ранее. Но никаких предпосылок нет. В космосе миллиарды блуждающих тел разного размера. Но ты прав. Никогда прежде ничего подобного не видел. Космос вообще странное место. Я бы сказал в своем естестве. Да для тебя все норма, Итан. Потому что ты далек от биологии человека. У тебя лишь алгоритмы на уме. Это было прекрасно. Я даже проникся. Но настоятельно рекомендую поместить твои чресла в кресло. И сосредоточиться на миссии. И сосредоточиться на миссии. А вот сейчас алгоритмы подсказывают спустить тебя в открытый космос. Ройн, я же говорил, мы держим на борту психа. Забавно. Но я того же мнения о тебе. Да хватит вам. Никто из вас не псих. И пока мы тут дрейфуем, можно, кстати, поразмышлять. А что действительно будет с человеком без скафандра? Предлагаю провести тест на Айзеке. Слышь ты, плату остуди. Тестов не будет. Да и понятное дело, что ничего хорошего. Но какая из причин придет к летальному исходу быстрее? Список впечатляет. Переохлаждение. Закипание крови. Удушье. Критичное излучение от звезд. И в конец разорвет на части. А не слишком ли многовато для первого раза? Нет. Самый раз. Но начнем с очевидного. На космических просторах очень холодно. Минус 270 градусов по Цельсию. При обычных обстоятельствах все тела превратились бы в кусок льда. Но не в космос. Нам известно, что чем больше температура тела, тем шустрее движутся молекулы. Чем медленнее движутся молекулы, тем ниже температура в нем. Ведь при столкновении быстрых молекул с медленными, теряется их скорость и передается часть силы. При этом горячее тело остывает, а холодное нагревается. Да, пожалуй, это может вызвать некоторую печаль. Поскольку космос имеет очень маленькую плотность. В пределах галактики она колеблется от 1 до 100 атомов на метр в кубе. А если на вас еще будет светлая, а не темная одежда, охлаждение путем излучения тепла продлится еще на огромное количество времени. Это одна из причин, почему скафандры космонавтов белого цвета. А что если покрасят в свинцовый цвет? Для большей моральной устойчивости к радиации? Ну, это так, добрый совет. Кстати, ходят слухи, что человек без специальной защиты и земной атмосферы в космосе сгорит заживо в лучах нашей звезды. О нет, это неправда. Получить серьезные ожоги на незакрытых участках тела, это да. Но тут даже легкой одежды для защиты от ожогов вполне достаточно. А чтобы нагрелось тело до летальной температуры, плюс 43 градуса, понадобится не менее чем 24 минуты. А насчет взрыва человека это правда или все-таки страшилка от Итона? Ведь причиной должен послужить перепад давления, так? Если запечатать входные и выходные отверстия в тебе, то взрыв неминуем. Вообще не смешно. Разве? Правда тебе тоже не очень понравится. Давление в космосе равно нулю, а внутри человека одна атмосфера. Твое тело распухнет, но не разорвется. К сожалению, человеческое плотик решите набрать в легкий кислород и прыгнуть в открытый космос. У вас будет около 10 секунд, чтобы принять важные решения, например, сделать пару селфи. А далее физическое бобо. Ведь из-за большой разницы давления в ваших легких открытого космосе, кислород будет вырываться наружу с большой скоростью. Но если в течение 90 секунд вас вернут в нормальную среду обитания, то вы сможете и дальше ставить нетривиальные эксперименты над собой. В таком случае лучше несколько раз глубоко вдохнуть, выдохнуть и только тогда отправиться в открытый космос. Если уже решились. Лучше не решаться. Космос невероятно агрессивная среда для человека. Речь идет не только о близкой к абсолютному нулю температуре или о вакууме, но и о других факторах. Вроде микрогравитации, магнитных полей, радиации, которые стоят на пути освоения пространства за пределами земной атмосферы. Эй, народ, народ! Кажется, я что-то вижу среди осколков астероида. Похоже на блеск металла. Итан, проведи анализ местности. При избыток металлов в астероидах создают шум. Помехи мешают отсканировать местность. Но есть пару трюков. Получилось. Датчики засекли фрагменты присутствия сплава дюралюмина. А что нам известно об этом сплаве? Дюралюминий. Такое название дала сплаву немецкая фирма. Дюремель металлевека. Впервые материал был создан в 1909 году. Этот сплав, кроме алюминия, содержит небольшие количества меди и марганца, резко повышающие его прочность и жесткость. Это же сплав, который используется во внутренних строениях космических кораблей. А если учесть, что мы в космосе, то это... Как такое возможно? Мы же первые, кто может долететь до данного сектора галактики. Разве могут быть люди? Только если не официально. Возможно, правительство создало теневой проект по колонизации этого сектора галактики в своих целях. Военных или каких-либо еще. А возможно, это всего лишь скрытый факт гибели тех, кто так же, как и мы, называл себя космическими исследователями. Вы тоже это видите? Это фрагменты космической станции, не так ли? Если собрать воедино вон те куски конструкции, то получится круг. То есть перед нами разрушенная космическая станция. Причем автономная. Но как? Откуда? И как ей удалось проделать такое гигантское расстояние от Теры? Посмотрите, там обломки космического корабля. Мы должны немедленно исследовать его на наличие выживших. Не торопитесь. Давайте просканируем местность на наличие радиации и биосигналов. Не обнаружено. Тогда визуальный осмотр. Айзек, ты готов? Окей, без проблем. Судя по всему, он здесь не один десяток лет. Ребята, осторожнее там. Не беспокойся, косичка. Здесь безопасно. Ничего не понимаю. Если тел нет, то получается, кто-то забрал? Мы должны обследовать тот корабль. Возможно, там остались записи бортового журнала, маршруты или хоть что-то. Есть. Я... я нашел. Включаю. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Похоже, что да. Итан, есть что-то по этим системам? Да есть. Пришло время вам узнать истинную причину нашей миссии. О чём это ты, Итан? Протокол 2790. Активирован. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Протокол 2790 это спасательная миссия. Наша главная цель обнаружить экспедиции, которые были отправлены в далёкие системы задолго до нас. Однако мы только что добрались до одной из них. Ребята, похоже, что мы близки к разгадке. Уважаемые пассажиры, мы прибыли. Атмосфера за бортом смертельная, но вам понравится. Итан, слишком много болтовни в эфире. Правда, эта система преобладает фоновым излучением. Я думаю, что это нормально, учитывая, что мы в открытом космосе. Так что не сомневайся. Во всём, что ты делаешь, Роэн, сомнительно. Вынужден сообщить, что речь идёт о другом виде фона. Искусственном. Да, да, вижу. Возможно, что тот, потерпевший крушение корабля, из-за этих мест. Кстати, этот спутник, если не по раскрасу, то по характеристикам напоминает Титан. По крайней мере, пока. Имеет смысл начать снижение. Никаких внешних угроз не зафиксировано. Кира, что скажешь? Да, согласна. К тому же с поверхности планеты идут какие-то помехи. Но я не знаю, что это. Первый раз вижу такое. Что ж, так давайте узнаем. Наши ресурсы на исходе. Возможно, мы обнаружим хоть какие-то зацепки. Может, прихватки. Что? Нет. Думаешь, это смешно? Ты же знаешь, Роин, что я смеюсь мысленно. Но не сейчас. Маршрут проложен до источника силы. Может, не больше, чем на сантиметры в год. А вот выпадать в виде дождя способен куда больше. Это правда логично. Все расчёты показывают, что Титан должен был быть покрыт глобальным этановым океаном в сотни метров глубиной. Да, действительно странно. Ведь моря и озёра есть только на северном полушарии. И даже там их меньше, чем суши. Согласно одной довольно смелой гипотезе, сплошной океан на Титане отсутствует, потому что углеводороды пропитали с собой верхние слои поверхности спутника. Они образовали что-то вроде подземных водоносных слоёв нашей планеты. И на поверхности остаётся лишь то, что уже не помещается ниже. Тогда углеводородов на этом небесном теле не в 300 раз больше земного, а гораздо более. Хм. Эта гипотеза отлично объясняла и целый ряд других факторов. Например, на спутнике очень мало следов кратеров. И это при том, что атмосфера вчетверо плотнее нашей. И её сравнительно плотные слои простирается до немыслимой высоты в тысячу километров. Но как так? Большинство метеоритов должны сгорать в ней, не добравшись до поверхности спутника. Но, учитывая твою плотность, Айзек, ты тоже не успеешь догореть до поверхности. Почему ты так любишь доставать людей, а? Я мог бы быть отличным акушером. О чём вообще, ребята? Я думаю, что это не объясняет полного отсутствия кратеров. По-настоящему крупный астероид и такая атмосфера не остановит. Другое дело, если титан покрыт болотами, которые лишь сверху кажутся твёрдыми. Кратер в таком болоте быстро затянется, оставив за собой разве что небольшое поверхностное озерцо. Как жаль, что миссии аппаратов на титан прекратились. Зачем вообще нужен этот титан? Ни жизни, ни ресурсов, а лишь непредсказуемое безумие. Прям как твой мочевой пузырь. Прям как твой генератор кретинизма. Нет, я считаю, что в любом случае исследовать этот спутник стоило. А ещё лучше было бы высадить туда людей. Ведь при плотной атмосфере они получили бы намного меньше ионизирующего облучения, чем житель любого крупного города на Земле. А взлёт и посадка с поверхности, где гравитация меньше лунной, не потребует много топлива. Гениально. Но боюсь, что с вашими потрясающими инженерными навыками этому не суждено сбыться. Спасибо за поддержку это. Да, без проблем. В любом случае идеи откинули до лучших времен. А затем и вовсе сменились приоритеты. Такое надо было реализовать только на очень больших кораблях, где можно поставить радиационную защиту или на космических буксирах с ядерной установкой. О, эти старые технологии так и не увидели свет. А что можно сказать об этом спутнике Итан? Ледяная луна с криогейзерами и криовулканами. Спутник состоит из азота и аргона. Поверхность имеет высокое содержание никеля. Встречаются залежи серебра и гелия-3. Климат достаточно мягок, но не хват. Тут очень тихо. Слишком тихо. Эти здания очень сильно отличаются от наших. Они как будто из будущего. Похоже, что эти технологии вообще с другого мира. Согласен. Но догадками мы ничего не узнаем. Давайте осмотрим каждое сооружение. О, вы меня напугали. Приветствую. Судя по кораблю, вы не местные. Давно в нашей системе? Пару дней как? А кто вы? Разве не видно? Это чувак из Стартрек. Я? Зависит от того, включили ли вы маскировку от радаров. Зачем нам это делать? И вправду. Зачем? Вы ведь вообще не в курсе, что здесь творится. Верно? Да, не в курсе. Может, попробуйте объяснить? Я думаю, у нас нет на это времени. Что бы ни случилось, кое-что вы должны знать наверняка. Когда-то я был детективом, докопавшимся до правды. А теперь я беглец. Я скрываюсь от корпорации, которая пытается скрыть тот факт, что ни одна экспедиция нашей империи, как я полагаю, не покинула систему. Датчики голоса и сердцебиение показывают, что он не лжет. Мы видели один разрушенный корабль, но на нем никого не было. Это лишь начало. Таких кораблей сотни. С лучшей командой. Получивших награды и ордена. А теперь их нет. И меня нет. И из-за вас меня отследили. О чем вы говорите? Так, предлагаю вернуться на наш корабль, и вы все в подробностях расскажете. Мы можем попытаться вернуться в столицу. Всем оставаться на местах. Мы знаем, что вы укрываете преступника, и вы понесете за это наказание. Назовитесь, иначе мы открываем огонь. Вот дела. Я думаю, что мы сможем договориться с этими ребятами. Они выглядят очень враждебно. И я думаю, что мы успеем уйти от них. Предлагаю начать геноцид засранцев прямо сейчас. А вам не кажется, что мы должны сдать этого чувака и отправиться своей дорогой? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Поверьте, это не выход! Вы их не знаете! Тогда можем попытаться уйти от них с помощью гиперпрыжка! Знаете, я не думаю, что это хорошая идея! Если щиты выдержит... какое-то время, то для прыжка, то для прыжка нам не хватит спутник! Проклятие! А что если попробовать совершить гиперпрыжок дистанционно и отправить корабль в безопасную зону? Мы не будем рисковать собой и в случае успеха вернем судно позже! Отличная идея! Итан, возьми на себя управление! Используй щит! Двигатели на всю мощность! Начинай максимальный разгон! Пришло время повеселиться! Берегись! У штурвала профи! О, нет! Мои цифровые печеньки! Примите мои поздравления, команда! Теперь нас официально не существует! Не хочу нарушать траурную процессию, но сюда направляется почетный отряд из штурмовиков! Ну что ж, у меня есть бластер! Всегда мечтал использовать его по назначению! Сколько экспрессий и Айзек! Но учитывая их технологии, для них ты лишь карнавальная кукла наполненная метаном! Нет времени! Они близко! И они пойдут по следу! Быстрее за мной! Поехали! Играет музыка! Играет музыка! Субтитры сделал DimaTorzok Что за корабль? Я отослал наши координаты! Не беспокойтесь, мы на одной стороне! Субтитры сделал DimaTorzok Да, нам все же удалось! Я впечатлен! Что за технологии на этих кораблях? Это всего лишь патрульное судно В наше время это обычный, даже немного устаревший боевой корабль L-класса А какой сейчас год в нашей системе? Две тысячи девятьсот сорок девятый Да, наш год две тысячи триста девятнадцатый Как сложно теперь разобраться в двух реальностях Итан, сколько мы были в анабиозе? Начиная от провальной миссии на Альфа Центавра Вы пробыли в режиме с нашей со тридцать лет Нет, нет, нет! Я знаю, что показывают цифры! Ты явно перегрелся, Итан Поверь, Айзек Тебе бы не понравились годы эмоционального насилия, проведенные со мной Да какое ты имеешь право контролировать анабиоз? Это право дает мне Протокол двадцать семь девяносто Протокол двадцать семь девяносто! Да чтоб тебе, а! Теперь это универсальная отговорка! Да, Айзек Но хочу заверить тебя, что закачивал в твое тело специальный раствор собственного изготовления Который не дал тебе умереть от мучительной смерти И по возможности не сделал тебя дряхлым стариком Хотя, наверное, просто стариком Да, все сходится Судя по обновленным данным, мы посетили восемь систем И на всех не было обнаружено жизни ни в какой форме Пробуждение на самом деле не было смысла Учитывая человеческий фактор, даты были целенаправленно изменены А как же сигналы с нашим командованием, Земли и Венеры? Сообщение не обнаружено Вот как! Да Теперь я даже не знаю, есть ли вообще какой-то смысл нашей миссии Смысл есть всегда Не знаю, откуда вы Но ваши мотивы благородны Как я и обещал, мы направляемся к Империи Увидите, как изменился мир Хотя вы и прежнего мира не знали Субтитры создавал DimaTorzok 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 Звезды С древнейших времен люди смотрят на небо И мечтают о звездах О свободе О возможностях, которые они даруют Здесь, в этой незнакомой прежде нам системе Экспансия человека затрагивает Уже не одну звездную систему А мощь крупнейшей человеческой империи В истории Но как род человеческий Достиг подобного успеха? И успех ли это? В любом случае, это был мир будущего Будущего, которого мы никогда прежде не видели Мир, где люди были совсем другими Похоже, вследствие бурного развития технологий Ушли из обихода бумажные деньги Существовавшие до этого много поколений Проникшая в массы виртуальная реальность Все больше привлекала внимание И заинтересовывала производителей и потребителей Современные разработки в области искусственного интеллекта Стремительно шли вперед Здесь родилась новая наука Биомехатроника Объединившая медицину и робототехнику Передовые наработки из механики Теории управления и обработки информации Компьютерное зрение и электроники Крупные корпорации запускали собственные космические корабли Любые миссии, любые планеты и даже системы За короткий период становились доступными для исследований Благодаря невероятным технологиям О которых человечество в нашей реальности могло только мечтать Однако в этом мире Всю роль государства играет транснациональные корпорации В чьих руках оказались сосредоточены все возможные ресурсы А сами государства с их социальным и экономическим регулированием Отошли на второй план или вовсе исчезли Теперь это чей-то дом Дом, где мегакорпорации выступают в качестве абсолютного зла Контролирующие все сферы жизни Имеющие почти неограниченные финансовые и материальные возможности И преследующие свои, никому неизвестные цели Похоже, это не тот мир, в котором каждый из нас хотел бы оказаться Но увидеть, да Скорее всего Субтитры создавал DimaTorzok Трудно поверить, что планета-город существует Как это вообще возможно? Мне кажется, вас должна беспокоить проблема отсутствия флоры и фауны Странно, но вы продолжаете свою жизнедеятельность Признаюсь, это немного расстраивает Это обманчиво Здесь другие технологии Делающие нашу жизнь иногда легче А иногда просто невыносимый Ну, спасибо тебе, старина Теперь мы встряли в этом кибер-оазисе А мне здесь нравится Избыток информации Обновление просто шикарное Смотри, не подцепи, что за разное Как остроумный роин Но кое-что вам действительно лучше не смотреть Ну, хоть кто-то в восторге Не печалься Есть и для тебя радостная весть Например, здесь повышенная радиация Вау! И теперь у меня вырастет сверхмозг? Нет, но определенно что-то Зато облучение не разрушит твое лицо Хоть ты меня не доставай Иначе распилю твой процессор пополам Нет необходимости Я подарок Лишь в целом виде Очень надеюсь, что наш мир продолжает развиваться По старым законам И не спешит падать в бездну технологического апокалипсиса Интересно Насколько мог измениться наш мир? Такое чувство, что мы этого уже никогда не узнаем Ведь мы теперь здесь В другом кармане вселенной Да, это так Но и здесь для вас ничего не заканчивается О чем это ты? Позвольте, я познакомлю вас с кое-кем А вот и наши гости из прошлого Которые за один день раскрыли нашего связного Джек, им можно доверять? Я думаю, да Кроме того У них есть опыт межпланетных путешествий Да если бы не ваши интриги Мы были бы в безопасности Ха-ха-ха Забудь это слово, странник Когда вы только появились в нашей системе Вы уже были влечены на проблемы Благо мы встретили вас первыми А что не так с корпорацией? Скажем так Ваш визит не обрадовал бы их Они создали изоляцию для всех жителей системы Более 80 лет ни один корабль не смог покинуть наш мир Они попросту исчезают Корпорация создала иллюзию Что мы одни во вселенной Ваше прибытие ознаменует, что это не так Но зачем им это? Контроль Но перейдем к сути Меня зовут Лукасмаки Я знаю, вы потеряли свои корабли Но не потеряли свои навыки Каждый из вас пилот Не понимаю, к чему вы клоните? Обстоятельства, с которыми мы столкнулись Ужасают Мы теряем корабли и команды Нам нужно отыскать их Но у нас нет ресурсов Нет пилотов Вы же спасательная экспедиция Верно? Мы снабдим вас самыми новыми кораблями для их поисков Если не нашими совместными силами То никто и никогда не сменит этот мир Вы вообще кто такие? Из чего вдруг мы с красными глазами Должны спасать ваши экипажи с сомнительными миссиями? Разве не этим вы занимались? Когда преодолевали сотни световых лет в поисках лучшего мира? Да, борьба за право дела всегда сопряжена с жертвами Не так ли? Если мы раскроем планы корпораций То сможем изменить ход событий целых поколений Мы сможем предоставить свободу Мы сможем расширить наши горизонты путешествий И взаимодействия с внешним миром Мы сможем покорять миры Точно так же как и вы Но пока мы находимся в тупике уже десятки лет А правительство морочит нам в голову Про каких-то представителей других рас Которые представляют для нас угрозу Это просто смешно Помогите нам и мы обещаем что поможем вам Что вы скажете? Команда? Мы должны отыскать корабли Ладно, ладно, хорошо Но давайте так Мы отыскиваем команды и убираемся отсюда обратно на землю Просто сделаем это быстро Разделимся и будем работать сообща Синхронно Согласен с Азиком Более того, мы берем полный контроль над кораблями на себя После инструктажа составим план действий И самостоятельно займемся поисками Это будет означать, что все, что вы сказали, правда Хм, смело Почему бы и нет? Договорились Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Да тут целая свалка кораблей Причем всех эпох Ты хотел сказать всех эпох Слово эпоха Все верно, я так и сказал Испорченный ты человек Думаю, здесь мы задержимся Айзек и Кира по-прежнему не выходят на связь? Да, похоже, они в туманной зоне Странно это Я активировал защиту Зачем? Потому что живущий Идея так себе Атака С правого борта Подготовка орудий Кто по нам открыл огонь? Неизвестный ранее корабль Включаю камуфляж И оставляю физическую голограмму Моя вода Не стрелять Дай нам время Пушки готовы к дому Ройн пилот Из тебя так себе Извини Но я тебя катапультирую Парашют Приквачу Ага, очень смешно Так, еще пару трюков Уворот Неплохо Попробуем выйти на связь Мы должны узнать Кто все это делает Раз и навсегда Доступ открыт Как слышно? Говорит Ройн Прекратите вести огонь Мы не представляем для вас угрозы Невероятно Но это сработало Они отключили щит Модель корабля неизвестна Мы люди Всегда сможем найти Общий язык Ох, Ройн Видел бы ты сейчас Своё лицо Что за... Своё лицо Редактор субтитров Корректор А.Кулакова 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 Роин, если ты меня слышишь, моргни глазом 122 раза К счастью, у меня есть план